Москва возмущена утечкой еще одного разговора Путина и Макрона. Да, то есть французы тупо сливают все, что говорит Путин с Макроном, представляешь? Я думаю, что это делает офис Макрона. Я думаю, что они просто таким образом троллят Путина. Макрон скрывать нечего, правильно? А Путин дофига чего скрывать, и вот они вот таким образом троллят. Для чего это делают? Ну, я хочу предположить, что делается это для того, чтобы однажды Путин не сказал чего-то лишнего, того, что им совершенно не нужно. Чтобы они, зная, что сольют информацию, таким образом заставляют Путина держаться в рамках приличий. Понимаете, это очень важно, потому что он ведется абсолютно неприлично. Как его заставить держаться в рамках приличия? Ну, просто сливать информацию, чтобы он потом боялся говорить лишнего. Это же очень важно. И это как раз то, о чем мы говорили. Один из пунктов нашей программы, что должна быть полная открытость, в том числе и во внешней политике. Чтобы все все знали. Песков назвал провокационной желтизной материалы о Светлане Кривоногих. Он сказал, я сам материал действительно посмотрел, но, скажем так, он малоубедительный. Такой, я бы сказал, эпистолярный жанр. Такая, знаете, провокационная желтизна на серьезный материал это не тянет. Можно я отвечу? Да. Но он Мальцева явно не смотрит, потому что нормальный Песков сказал бы, кривоногих с Путиным не спала. Да. Точка. Да, и вот я и хотел тебя спросить, почему этих дуриков никто не научит врать? Почему они не могут врать? Почему он... Ну, он же мог сказать, да нет никаких кривоногих там и так далее, и ничего этого не было. Зачем ему обсуждать, насколько это убедительно или неубедительно? Да это вообще никого не интересует. Интересует это правда или неправда? Просто было бы сказать, это неправда? Или это правда, да? Ну, да-да, нет-нет. Все остальное от лукавого. Что он не знает, это же элементарно, это в Библии написано. Да-да, нет-нет, все остальное от лукавого. Как он? Он же там сидит рядом с Путиным. Почему он этого не сделает? Вот я не могу понять. Я даже не собираюсь разбираться, что там в башке у Пескова. Ну, им надо с умным видом, значит, с ученым видом знатока что-то такое вот выдавать, запутать всех, заговорить, чтобы, знаешь, так скажешь, что это за пресс-секретарь, который сказал, да-да, нет-нет. Ну, так компьютер, можно сказать. А тут нужно, знаешь, показать. Он же, что там, он турецкий язык? Да. Или с форсиев, не помню. Нет, с форсиевского. Супер-дупер интеллектуал, ему нужно, знаешь, пятистопным ямпом, там, с сложно подчиненными предложениями, все это. А, в принципе, я думаю, как правильно ты говоришь, это просто необученный такой юный жулик, который просто не знает, как следователю правильно отвечать.